Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Ну что же, давайте наверное сегодня попробуем набить наше недостающее количество стали для следующей определенной постройки. Тем более тут осталось у нас 17 часов. Так, давайте вначале посмотрим, что тут можно забрать. Наверное наш гоблин здесь уже давно все пособирал, что можно. И у нас, да, действительно мы ничего не можем сделать. Так, давайте-ка откроем ежедневный сундук бесплатный, посмотрим, что выпадет из него. 10 кристаллов, 60 тысяч яблок. Так, какой-то пончик у нас на 31 уровень и необычное оружие, да? Урон по области, короче фигня на 79 уровень, он нам не нужен. Разбираем, закрываем, и давайте посмотрим, что у нас на карте, какие враги. 30, 38 уровень. О, давайте-ка разведочку сделаем для него. Да, 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 это наш парень, наш друг, который так щедро нам предложит свои ресурсы. Ну, давай-давай-давай-давай-давай, молодец, забомбил. Здесь тоже разбиваем, все. И, грубо говоря, у нас, ну, 100 тысяч стали, плюс почти 200 с копейками дерева. Замечательно. Еще сколько нужно? Так, сейчас мы посмотрим. Грубо говоря, 320 тысяч до 3 миллионов и еще где-то 150 тысяч. В общем, еще прилично. Так, что у меня здесь? Друзья, подарочки забираю. Виртуал, Андрюха и Крэш. Спасибо вам большое, ребят. Сейчас я отправлю тоже. Начнем с Тазгена, как обычно. Ну, с первой попытки, как обычно, у нас не получается. Ну, давай-давай, хорош, хорош томить. Начинаем вот так вот. Со второй почему-то сразу прокатывает. Отправляем. И пошли дальше по накатанной. Зути, Сергей Иванович. Тоже ему отправим. Так, на мат. Хорошо. Теперь кто у нас? Крэш. Давай Крэшу. Он нам только что прислал. Дальше Славян. Потом Вовка. Это уже мой идет. Соклановец. Где остальные-то у нас? Андрюха. Держи, Андрей. Следующие, значит, у нас идут Эпик. Это Алекс у нас. Потом Крошка. И Малевич идет. Опс, подожди-ка. Чуть было, опять не лоханулся, а? Сейчас бы было у меня не два сундучка, а один, если бы я отправил. По случайности. Эл Мобил. И далее у нас, наверное, будут уже мои идти здесь. Так ведь? Да, тут у нас Иммортал. Практически меня уже догнал. Потом Фофан. Ильдар. И еще пятеры можно отправить. Так, это у нас Денчик и Нерт будет. Так, потом у нас Умка. Ну, и еще двое. Так, это Кайфолов. И Зен Варвар. Ух, все, с подарками мы разделались. Забирай сундук. И давайте... Нет. Хотя, да, можно вскрывать. В принципе, у нас с яблоками пока запары нету. Ну, что такое? Начинает тут мне подглючивать. Да что такое-то в самом деле-то? Все, замечательно. И продолжаем с вами фарм. Леший Эритр. Так, тут мало будет. Тоже маловато. Добрый Андрей. Ну, давай посмотрим, насколько ты добрый. Нет, не шишатый, Андрюша, не добрый. Потому что на тебя нет смысла нападать. Только себе в убыток это будет. Олежа. Тоже не добрый. Алена. Ну, так себе. 33 тысячи это все-таки. Вот. Давайте посмотрим Евгений. 380. Вот это вот я понимаю. Вот это вот называется удружил. Сразу 200 тысяч нам дарит. А может быть не дарит. Ну-ка. Давайте-ка без буянства. Давай-давай-давай-давай. Пробились все. Умничка. Умничка. Дальше мы уже тут разберемся как-нибудь. Даже усиленный кракен не помог ему. Смотрите, 240 тысяч получили стали. Это очень хорошо. Это практически половина того, чего нам нужно было. Все. Осталось 150 добить. Если я, конечно, чего-то не путаю. Ну-ка. Где тут у нас? Мы хотели с вами сделать... Ювелир кто мне свободно? Никто там ничего не клепает? Нет. Вот как раз ее бы нам и улучшить. Но для этого нужно закончить постройку. Сколько ты нам? 593 кристалла. Блин, обалдеть. Ну, а здесь я вообще молчу. Вот засада, ребята, а. Вроде бы и денег накопил. Ну, не тратить же опять, е-мое, на кристаллы. 400 почти рублей. Нет. Я, наверное, перебьюсь. Мы подождем все-таки. Это как раз я на работу приеду. 12 часов отработаю. Да, и оно будет уже готово. Так что давайте просто с вами набьем нашу сумму. Грей. 143. Вот как раз, если мы сейчас его побеждаем, у нас будет все отлично просто. Так, давайте делать дубликаты. Все, сделали. Делаем разведку и смотрим, что он себя представляет. 382 тысячи. Все как раз то, что нам нужно. Что-то у них у всех, я смотрю, кракен уже усиленный, а. Надо и мне самому усилять как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо все идет. Фух. Успел, успел я кинуть заморозочку. Ну-ка, ускоримся, чтобы наверняка подбить. Ну и вроде бы как все. Ресурсы у нас полностью с вами накоплены. Теперь только остается дождаться времени. И я вот думаю, стоит ли мне сейчас пробовать нападать на последнего босса в сюжетной линии. Вот на нашего этого повелителя. Прислужники. Вот самое главное, что он вызывает этих прислужников. Большая проблема только в них. Или же нам с вами поставить еще одного мечника, вместо, предположим, мага. Да, был бы, наверное, неплохой вариант. У меня только он и остается. Или же я даже не знаю, что делать. Короче, давайте еще разок мы с вами сходим на него. Посмотрим, как это дело у нас пойдет. Сейчас дохилится мой Мирослав. И отправимся туда, в путь. Сейчас только маленечко подождем. Блин, а так было бы неплохо, да, ребята? Я бы сейчас поставил бы вот это... Ай, не вот это. А жерелку бы на улучшение бы. И считай, что все основные такие здания у меня улучшены. Осталось бы там потом кухню развивать, алхимиков. В общем, такая мелочь. Так, ты у меня сколько? Ты уже 80 уровень, это хорошо. Нарастешь помаленьку. А ты 34. Тебе еще елки... А почему ты у меня здесь делаешь? Хотя... Я же вроде хотел... А ты какого у меня? А, ты первого. А я что-то думал, что 15-го. Но нет, не прокатила. Ладно, фиг с ним. Пускай она там будет, тренируется. До 80-го ей, конечно, далеко еще, но... Блин, а у нее 4 звезды. Нафиг ты мне здесь нужна? Эй, красавица. Дуй-ка ты отсюда куда-нибудь подальше. Мы кого-нибудь другого возьмем. Я одного такого дурочка уже вырастил. Больше мне не надо таких. Так, это тут 2-го уровня. Сейчас мы посмотрим, ребята, 5-звездочного более-менее хотя бы сильного бойца. Так, тут тоже 4-й уровень. Здесь посмотрим. Третий. 70-й. Ну, сами видите, 4 звезды. Тоже 4. Блин, да что ж такое? Что за засада? Ну-ка, а тут кто? Да ладно, у меня что, так мало 5-звездочных героев, а? Вот это да, вот это я попал. Неужели вот этого Ахламона придется бросать, а? Да он пока раскачается, а то, грубо говоря, 2 месяца пройдет. Ай-яй-яй, даже не знаю. Или тебя бросить, а? Ну, у тебя 1-го уровня. Ладно, делать нечего, ребят. Придется мне ее все-таки бросать. Нафиг нам здесь 4 звезды, нам не нужно, согласитесь. Таких самому хватает. Все, дуй отсюда, а ты пойдешь у меня как раз вот сюда. Ты будешь у меня как подменная. Вот так вот. Так, а где эта у нас глупышка-то, которая бежит? Вот она. Тебя мы как раз отправим сейчас вот сюда, наверх. Оп. Все, отлично. В общем, вроде бы пока с этим мы делом разобрались. Все, они отхилились. Давайте, ребята, еще разочек рискнем, как говорится. Че? Награды, верю, полностью не... Полностью... Да ладно, что не поместится. Мне фиг с ним. Добавляем магию. Черт, а у меня что, нет ускорения даже? Эх. Придется одними заморозками действовать. Ну, это вряд ли я, конечно, смогу победить. Ну, ладно, бог с ним. Попытка не пытка. Ничего мы от этого не теряем, кроме яблок. Так, давайте вот так вот на полтора щеку поставим. Да замолчи ты уже. Вот сюда бы мне, конечно, больше надо отхила, ребят. Упал. Ладно, пока продолжаем его. Больше не буду тратить. А как бы... Как бы я не старался. Ладно, ладно, пока вроде бы неплохо. Главное, чтобы... О, все. Ресельщик упал. А вот это очень плохо, ребят. Хотя нет. Это был не ресельщик. Тихо ты, Шрум. Куда ты идешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бревна побежали. Фух, отбились. Еще сейчас будет кто-то. Кто-то должен быть еще. Так, кого он сейчас пошлет? О-о-о-о, вот он. Аргонис, е-мое. Ну давай, давай, Аргонис, вали. Отлично, упал он. Заморозку. А что такое-то, блин? Да ладно тебе. Да какого лешего вытворить это, блин, а? Бестолочи. Ой, е-мое, я офигею. Не мог рисануть мне моего воина этот ресельщик, а? Дурик. Другого по-другому не назвать его. Был бы у меня хотя бы еще бы один ресельщик или хиллер. Я думаю, что затащили бы. Ладно. Не беда, как-нибудь перебьемся. Самое главное, что мы накопили нужно нам количество ресурсов. Теперь нам только, ребята, ждать, когда у меня построится вот моя броня. Ладно. Давайте тогда на этом пока закончим и увидимся уже с вами в следующей серии. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. И мы продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Так, ребят, смотрите-ка, у меня 10 лямов денег, 900 маны. В общем, всего полно, кроме стали. Но в данный момент у нас накоплена определенная сумма. И мы сможем с вами сегодня поставить на улучшение... Так, секунду. Гениальный казначей. Вот это хорошо. Вот это я понимаю, да? Сыграли. Ой, опять они у меня какие-то грустненькие. Давайте-ка их немножечко развеселим. Только чем? Как назло, я ничего не вижу. Ни улыбочек. Ни ножек курочек. Ага, вот. Пошло вроде бы помаленьку. Сегодня, напомню, ребята, выходные. А значит, у нас портал. Так, ювелирная мастерская. Давайте улучшать. Отличненько. Пять дней нам придется подождать. И она у нас будет готова. То есть я вам хочу сказать, что у нас ювелирка, оружейка и бронька будет улучшена полностью. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим халявный сундучок, который нам дают. Что нам из него выпадет? Так, арбалет сразу разбираем. И смотрим. Сила магии, 79 уровень. Слушайте, думаю, что нафиг оно нам не нужно. Все, замечательно. Избавились от лишнего хлама. Так, подарки, подарки. А стоит ли их брать сейчас, ребята, а? Я даже и не знаю. Давайте-ка мы заберем для начала сундучки все, которые мы тут получили с вами. И посмотрим, что из них нам выпадет. Очень интересно. Тем более накопилось их у нас 20... 21 штука. Так. Нет, не будем все-таки мы забирать. У нас полно еды. Когда будет маленько, мы с вами заберем. Ух, все равно они у меня понуры и какие-то все грустненькие. Так, ну что. У нас портал, ребята. Как я вам и говорил. Легендарная броня стоит 49 тысяч, почти 50 тысяч темных душ. Сегодня я решил все-таки донатнуть. Но пока не знаю, когда это сделать. Сейчас или чуть-чуть попозже. Ну, давайте, наверное, пока потерпим маленько. Время еще есть у нас. И, наверное, мы посмотрим вначале на расценки. Так, вот супер бонус у нас идет, да? За 1490. Мы получаем 2500 алмазов, плюс еще, как первая покупка. То есть, получится у нас 5000 алмазов. Даже хватит нам, наверное, на еще какой-нибудь сундучок. Мы его купим. Посмотрим, что из него выпадет. Ну, а пока я, наверное, ребята, хочу немножечко пофармить на карте ребят. Побить немножко ресурсов. С яблоками у нас пока все отлично. Можем себе немножко позволить такую слабость. Почему бы и нет, да? Так, тут все отлично. Два дня, 11 часов. Будет строиться у нас оружейка. Давайте искать кого-нибудь подходящего. Это у нас не подходящий. Но вот этот еще более-менее. Добавляем, естественно, ребята, магию. Вот так вот делаем пробники. Все, замечательно. Ну, и, конечно же, делаем разведочку. Нападаем, отбираем ресурсы все. И дальше кого-нибудь будем искать. Делаем здесь на ускорении, потому что слабый враг. Я даже не сомневаюсь, что мы его победим. Так, отлично. Продолжаем с вами дальше наши злые деяния. Хотя мы можем еще с вами вскоре вскрыть сундуки. О, смотрите, какой хорошенький. 433 тысячи мощей. Так, ну... О, нет. Нет, ребята. У него легендарки. Блин, да откуда же они берут, а? Ё-моё. Я столько играю, и у меня ни одной нету. А у них аж по три, по четыре шмотки. Обалдеть. Просто даже по пять. Нет, на него я нападать не буду, потому что я прекрасно знаю, какое преимущество имеет лего перед фиолом. Я уже молчу про синьку или про зеленку. А вот этот наш клиент. Так что давайте его разберем. Я думаю, даже кракен здесь ему не поможет. Хотя... Нет, не поможет. Все. Падают, падают, падают. Падают листья. Вот так вот. Победа, опять же, за нами. И у нас 21 сундук. Ребята, давайте открывать. Начнем. Да, начнем с обычных. Понеслась. Ресурсы. Отлично. Тоже ресурсы. Сейчас мне так кажется очень мало, что их выпадает. Ага, меч зеленый. Разбираем сразу. Тем более на 80 уровень. Наверное, он нам не нужен. И продолжаем, продолжаем. Опять ресурсики выпадают. Здесь тоже. Ага, костюмчик. Посох. Урон по области он нам не нужен. Мне бы какой-нибудь воскрешатель или хилл. Желательно синий. Так, кирка. Опять же, для горняков. Нет, вот это нам не нужно. Сразу разбираем. Такого хлама у меня в свое время было просто кучей. Колечко тоже на 85 уровень. Белое. Оно нафиг нам не нужно. Так, и этот тоже разбираем. Да, с зелеными шмотками они не особо нас жалуют. Я про синие уже и говорить не буду. Так, да что ж такое-то? Вот выпадает все, да? Броники, оружие. Но все обычное белое. Это, наверное, мне так специально. Лопата. Опять же, для шахтеров. Ну, вот уже синие пошли. Так, здесь ничего хорошего, кроме двух кристаллов. Здесь... А, нет, это пригодится еще. Ладно. Все, ребята, разделались мы с этими сундуками. Слушайте, яблоко у нас еще до сих пор завались. Ну, давайте-ка мы с вами посмотрим еще кого-нибудь. Тут слабенький, не очень подходящий клиент. Пойдемте, наверное, ребята с вами, наверное, в портал. Да, хочу я набить себе на легендарную броню. Но без Х3, естественно, мне не обойтись. Так, и у нас тут еще, по-моему, можно будет купить сундук. Да, сундук мастера. Сундук адепта нам не нужен. А вот сундук мастера можно будет, наверное, один купить. Ну, он за темной душей. Хотя нет, ребята. В общем, давайте так. Мы сейчас, наверное, с вами купим на Х3. Пройдем портал до моего максимума, наверное. Посмотрим, сколько мы сможем выбить за полное прохождение. Ну, и дальше уже продолжим. А пока немножечко донатнем. Ну, что же, ребята, оплату я сделал. Ждем теперь, когда ко мне прилетят мои кристаллы. А, они уже прилетели. Да, 5000 ровно. Все шикарно. Ну, как вы понимаете, 2,5 давали за покупку. И 2,5 давали так, как это первая покупка. Поэтому получилось 5000 алмазов. Так, ну что же. Еды у нас много. Этого всего хватает. В общем, я предлагаю с вами купить умножение. Да, а что нам выжидать-то с вами? Так, это нам нужно переходить в портал. Естественно, заходить в магазин. И вот здесь у нас, вот, ловец душ. 2000 кристаллов стоит. Блин, согласитесь, недешево, ребята. Очень даже недешево. Ну, и давайте приступать. Ребята, единственное, что я хочу сказать, что я-то буду это все записывать, но при монтаже я удалю. Нафиг нам надо все это смотреть, как я буду проходить, опять же, с первого уровня. И, извините меня, до моего 60-го. На котором я, в принципе, пока и встал. Так что, не обижайтесь. Мы уже будем смотреть саму развязку. Будем смотреть, сколько у нас там чего вышло. В общем, пока будем его проходить. Так, ребята, ну что. 38-й уровень у нас на подходе. Мы его сейчас проходим. И будем открывать синие сундуки, которые я за этот момент уже успел накопить. Этих охламонов мы разбираем моментально. Потому что это буквально половина моего пути, которую я прохожу спокойно, причем. Так, давайте этих големов всех разрушим здесь. Да-да-да-да, конечно. Пуляется вон там. Кишкатонка и мимик у нас здесь. Все, упал. Замечательно. Ну, теперь я думаю, что можно будет потихонечку... Сейчас мы эти улыбочки заберем. Потихонечку открывать наши сундуки, которые мы накопили. Что нам выпадает здесь? Зеленый амулет. На 58-й уровень, конечно же, мы его разбиваем. Давайте следующий. И здесь тоже самый амулет. Фигня полная. Разбираем. Вот гады не дают синюхи, представляете? Только зелень одну дают. Слушайте, может быть, сегодня неудачный день, а, ребята, для меня? Тоже бахаем на 38-й уровень. Куда она нам нужна-то? И тут у нас еще один синий и четыре обычных сундука. А, смотрите-ка, дали все-таки на 27-й уровень. Но на синий кристалл все-таки пойдет. Ну, а с этих, как обычно, ничего. Только топорики, свистки, амулетики. В общем, все на вспомогаловку нам выпало. Так, что у нас? 3191 кристалл еще есть. Не знаю, ребята, стоит, не стоит покупать сундук мифриловый, который продается за кристаллы. В общем, мы это сейчас с вами решим. А пока давайте-ка разберемся, наверное, с подарочками. Начинаем, как обычно, с тазгена. Вот. Ладно, ребят, мы это, опять же, тоже не будем смотреть. По-бринькому это пролистаем. Все, всем спасибо за подарки. И я, как обычно, лопухнулся, ребята. У меня получился всего лишь один сундук. Потому что я увлекся, начал отправлять и, короче, переборщил. Надо было два раза по 10 отправить, а я отправил 11 сундуков. Потом очнулся, уже было 9. Ну и продолжаем с вами дальше портал. Поехали. Так, яблочки у нас на исходе. Нам нужно будет с вами их пополнять. Запас. Сколько, интересно, стоят они по кристаллам? Давайте с вами глянем. Не то. Так, подожди, а где у нас? В разном? Нет. В сокровищах, значит. Ага, вот. Значит, чтобы на 60 тысяч, это 49 кристаллов, заполнить полностью 134 кристалла. Но это на данный момент. А у меня 600. Ладно, хорошо. Как-нибудь попозже с этим разберемся. Ну и еще я здесь хотел посмотреть, кстати, про сталь. Давайте-ка с вами глянем, сколько она стоит. Ёлки-палки. Обалдеть ценник. Просто обалдеть. И хотел я приобрести вот этот вот мифический, ребята, сундук. С него якобы должен быть дроп легендарной шмотки. Ну, должен быть. Ну, как вы знаете, с моим везением его, наверное, не будет. Давайте глянем. Ну, о чем я вам говорю. Получил я кольцо, ожерелку и эпическое оружие. Быстрая смерть, лук. Так, сила магии, броня. А здесь урон и уворот. Ну, ладно, хотя бы две синюхи и одна фиолетовая. Как раз я хотел вроде бы себе одного лучника. Как-то так у нас получается. В общем, я дошел до нашего предела. На 59 уровне я в данный момент. Буквально один шаг и я на 60. Но я на 60 не пойду. Потому что я знаю прекрасно, что победить я там не смогу. И остаюсь на 59. Буду фармить, короче, этот левел. Единственное, что за все это время, ребята, я вам скажу. Ну, за полную проходку я получил очень и очень мало темных душ. Мы сейчас даже с вами посмотрим. Видите, 11 316. Согласитесь, это копейки. При расчете того, что нам нужно 50 тысяч душ на одну эпическую броню. Причем у меня яблоки уже все. Тю-тю. Я уже покупал их даже. Ну, считай, грубо говоря, я 2 комплекта яблок ухоркал на это все. Так, как видите, у меня и маны уже нету. Хотя, в принципе, она тут и не нужна. Но, тем не менее, давайте делать пробники. В общем, ребята, такова моя позиция. Сейчас, в данный момент я останавливаюсь на 59 уровне. Я его буду фармить. У нас все равно 2 выходных. Портал у нас будет до понедельника. Да, грубо говоря. Или пока не закончится там 20 миллионов этих темных душ, которые нам отведены. В общем, за это время я попробую успеть накопить 50 тысяч темных душ. Единственное, что мне придется фармить вот этот уровень. Ну, я не знаю. Наверное, на раз 200. А уже, как говорится, после всего этого дела мы с вами запишем серию. Я продолжу ее. Может быть, сегодня. Может быть, это будет завтра. Объединю ее, наверное, с этой. Или фиг его знает. Или эту сделаю отдельно. В общем, я подумаю на досуге, как лучше сделать. Вот. Ну, 50 тысяч, конечно, души. Вы представляете, сколько мне придется пыхтеть, кроптеть здесь. Да. Просто неохота, чтобы у меня вот это x3 умножение просто так пролетело. Сундук мастера, я думаю, нет смысла брать. Потому что там выпадает только синька и фиол. Леги там нету, к сожалению. Так что, ребятушки, давайте. Буду я потихоньку фармить этот уровень. Ну, а с вами увидимся чуть-чуть попозже. Ну что, дорогие мои друзья. Как вы видите, я пошел на 60 уровень. Рискну я его сегодня пройти. Специально не стал увеличивать скорость. Будем идти потихонечку. Как видите, я взял двух воинов себе. Три мага и арбалетчик. Помните, в тех сериях у меня не получилось его пройти. Потому что босс конечный здесь мне давал прикурить. Но мы сейчас... Хотелось бы, конечно, мне пройти его. Будем стараться. Набрал я с собой магии ледянки. Плюс общий отхил. Надеюсь, что от этого будет какой-то толк. Ну что же, вот у нас предпоследняя схваточка. Все отлично. И сейчас будет босс этот. Вонючий гунька. Который будет высылать вот этих вот жиртрясов. Понеслась, ребята. Так, отлично. Пока, пока стоим. Блин. О-о-о-о-о-о-о-о. Ёлки-палки. Вы посмотрите, что происходит. Он все вызывает их и вызывает. Помимо этого, смотрите, он еще какой-то магией там пользуется. Стреляет. Черт. Я сейчас все отхилки, наверное, здесь спущу. Скорее всего, так оно и будет. Но мы, смотрите, уже приближаемся к нему. Главное, чтобы арбалетчик не подвел меня. И стрелял именно в него. Ну, падает уже. Есть. Да, ребята, я прошел, наконец-то, 60 уровень. Все, замечательно. Значит, есть смысл пробовать и дальше идти. Новое достижение. Исследователь портала я, наконец-то, получил. 20 кристаллов забираю себе. Ух. Всего ничего осталось мне до финала, до 80 уровня. Буквально еще 20 левелов пройти. 20 комнат. Так, ну что, ребятушки. Давайте тогда, наверное, мы с вами рискнем. У нас 61 уровень на кону, а с яблочками напряженка. Да, ребята, ничего не поделать. Придется. Придется мне, наверное, их все-таки покупать за кристаллики. Ну, как говорится, чего не сделаешь ради своих друзей, ради подписчиков. Так, нужно мне 225 кристаллов. А у меня всего 84. Придется опять маленечко задонатить. Короче, увидимся сейчас. Ну что же, ждем, ждем. Ага, вот они, кристаллики мои прилетели. Естественно, мы сразу с вами берем полный арсенал яблок. Вот так вот. Все, теперь у нас все полностью. Можно дальше пробовать. Уровень 61. Как я вам и говорил, здесь у нас будет босс-дракон. Да. С магией-то у меня, конечно, здесь вообще проблема. Ладно, одна ледянка. Будем пользоваться уже порталовской магией. Сейчас главное нам посмотреть, как у нас тут пойдут дела. Вроде бы первую волну разбили легко. Здесь у нас, ну, тоже никаких особых таких усилий я не применил. Здесь, ребята, заморозку сделал, потому что я прекрасно знаю, что из себя представляют эти големы. Оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо. Разбуянился. Да елки ты палки, ты будешь вставать, а? Нет, один у меня там все-таки валяется. Да, блин. Черт подери. Ладно, хорошо. Все пока у меня в строю. И вот у нас тут дракон. Ну-ка. Слушайте, довольно жирный гаденыш. Но, блин. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Справились все-таки с горем пополам. Но, тем не менее, мы победили. И, соответственно, проходим сразу к 62 уровню. Не знаю, чего нам там ожидать. Ну, явно не пирожков с колбаской. Ну, ничего другого мне в голову не пришло. Поэтому я и ляпнул такое. И у нас 62 уровень. Босс у нас здесь будет толстяк и летающая мышь. И получаем мы с вами синий сундучок, если мы проходим. А, как вы понимаете, я очень сильно хочу пройти. Я хочу дойти до своего действительно реального предела. Где мы можем с вами уже поставить жирную точку. Ну, об которую я потом буду биться лбом. Чтобы дальше-дальше ее как-то пройти. Может быть, вернуть мне мага своего, а? Стоит, не стоит, ребята. Давайте-ка посмотрим. Так, вот бронька. Ага, это будет у нас получше. Но у него идет на уворот. А у той крит. Хорошо, с этим вроде бы как разобрались. Ну, возвращаем, естественно, наш посох. В мощах, как вы видите, мы теряем. Очень много. Так, одевай. И теперь давайте пройдемся по кольцам и по ожерелкам. Начнем, наверное, мы с ожерелочки. Что нам нужно? Нам нужна сила магии или магический урон. Так, для начала вот это наденем. А магический урон 85 уровня. Не-не-не, подожди, чуть не разбил, а? Надо же, вовремя остановился. Тут крит у ворота. Это нам, наверное, ни к чему все-таки будет. Угу. На 80 уровень. Слушайте, я думаю, что мы, наверное, наденем с вами синее кольцо. Которое идет у нас вот на магический урон. И при этом еще дает нам крит. 1280. Как-то, наверное, вот так оно у нас будет. В общем, попробуем сходить такой командочкой. Посмотрим, как у нас пойдет дальше дело. 62 уровень, как я вам уже говорил. Поехали. Ух, так, и у нас тут, ага, големчики появились. Ладно. Големы, в принципе, это ерунда. Потому что они идут как танки и сразу же нападают на моего главного персонажа. Что, в принципе, это хорошо. А вот дальники для меня очень плохо. Особенно маги. Ох, как быстро вы меня расклепали. Хм. Черт подери, два мага упало у меня. Ничего себе, летающая мышка. Это, наверное, был первый боссик. Так, ребята, на медленном, на медленном мы будем это дело проходить. Потому что я хочу, как говорится, видеть все. И чтобы было все у меня под контролем. В данный момент у меня ускорение, отхил и напарничек. А вот и босс. Так, ну что, я смотрю, он у нас танк. Ничего такого особого не делает. И мы проходим. 62 уровень. Замечательно, ребята. Получаем с вами синий сундук. Очень хочу я посмотреть, что нам из него выпадет. Это, как бы, первонаперво надо сделать. И доядрить тебя на корень. Сила магии. 823 на 79 уровень. Если я не ошибаюсь, оно очень слабенькое. Мы сейчас даже проверим с вами. Ну, в принципе, это было ожидаемо. А здесь? Так, здесь у нас броня и магическая броня. А зачем нам магу броня и магическая? Если мы можем поставить на силу магии. Слушайте, я, наверное, так и оставлю, скорее всего. Ну-ка, еще раз поменяем. Так, а теперь обратно. Так, зеленка, да. Слушайте, у нас даже мощь. Чуть-чуть, конечно, но подрастает. Именно вот с этим зеленым амулетом. Хорошо, я его оставлю. Как говорится, буду рисковать. И у нас 63 уровень. Здесь у нас опять дракон, босс и мимик. Ух, была не была. Ну, я вам скажу, что уже мы проходим с вами на пределе. Сами прекрасно видите. Здесь мы положили замечательно всех. Продвигаемся потихонечку. И здесь у нас, ну, в принципе, ничего такого особенного я не вижу. Сейчас должны их раскрепать. Да, как видите, убили. И мышку летающую мы подбили. Так, сейчас у нас третья волна. И у нас здесь мимики. Отряд мимиков. Так, делаю я ускорение, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда они рванули? Они, смотрите, побежали у меня на магов. Ох, елки-палки. Ну, вроде бы как устояли. Правда, у меня упал арбалетчик. Надо будет его сейчас... Ага, и еще магичка. Все, все в строю опять же. Да что ж такое-то, а? Ты посмотри, что делают. Эти арбалетчики, блин, орки. Ну, я им, блин, во вторжение отомщу. И у нас дракон. Надо быстренько моего хилить. То есть, хилить. Ну, естественно, воскрешать, ребята. Пытаемся, пытаемся его пробить. Видите, у него там уворот, поглощение. Что только нет у этого дракона. И я думаю, что мы его сейчас... Ну, да что ты, елки-палки. Быстрее, быстрее, быстрее. Голем, давай, 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 давай. Чтобы, главное, хоть кто-то был. Фух. Отлично, ребята. Мы с вами проходим. Ну, сами прекрасно видели. Уже вообще практически с горем пополам. На пределе. Там буквально на меня плюнул бы этот дракон. Я бы рассыпался. Даже не знаю, что нас будет ожидать уже на 64-м уровне. Так, ну, с яблоками у нас пока все хорошо. Настроение подняли. Древесинки мы собрали. В принципе, больше пока здесь ничего не взять. Надо будет только ждать, когда у меня отхилятся мои персонажики. Так, и вот я думаю, ребята, может быть, мне в следующий раз укрепить свою базенку все-таки. Или, опять же, копить ресурсы на какой-нибудь апгрейд комнаты. Так, дайте-ка я что-нибудь закажу себе, а. Давайте вот эту броню. Броня на магов. Хотя мне и на танка бы не помешала. Но мне не хватает... Ага, трех кристаллов. Надо что-то бахать. И вот здесь начинается у нас дилемма. Что нам нужно, а что не нужно. По идее, броня и магическая броня нам не нужна. Так, урон и уворот худо-бедно пригодится. Так же, как и крит. Вот этот костюмчик на 83 уровень можно, наверное, уничтожить. Так, ладно. Давайте, короче, мы с вами, наверное... Ну-ка, это... Ну, вот это колечко, точнее, вот этот вот амулет, я думаю, мы разберем. Еще нужно два синих кристалла. Так, один. Один. Черт, ну давайте какое-нибудь ожерелье бахнем с вами. Наверное... Броня и магическая броня. А вот это мы будем разбирать. Все. 10 кристаллов есть. Сейчас я буду заказывать себе броню. Только вот на кого ее делать? На мага или на воина? Хотя, подождите, у меня с оружейка там что? А, она у меня еще пока делается. Еще два дня будет клепаться. Хорошо, давайте делать броню на, наверное, на воина. Так. Ага. Обломись называется печенюшка, ребята. У нас не хватает манны. Зря только разбивал все. Ладно. Как-нибудь это переживем. У нас с вами 64 уровень. Фух. Была, не была, как говорится. И у нас тут жирные морячки. Утопленщики. Я даже их так бы назвал, потому что они все какие-то в морских звездах, все в водорослях. Ну, явно какие-то уроды. Так, здесь у нас что-то... Ага. Жиробас, летающая мышь и лучник-скелет. Ну, уже, смотрите, разбирает меня довольно быстро. А это еще только лишь вторая волна была. Переходим к третьей, смотрим. Ой, нет, только не ты. Как увлеживо ты тут делаешь? Куда ты попер опять к моим магам? А, нет, он, смотри, на лучника. На лукаря моего переключился, гад. Ого, бомбит. Он одним ударом валит всех. Вот это он дает. Ну, давай, давай, давай. Магичка, ну, не подведи. Ага, отлично. Воин мой успел встать. Да падай ты уже, а, Аргонис. Отлично, все. И у нас четвертая волна. Я не знаю, что тут будет. Мне надо как можно быстрее всех своих поднимать. Давай, танкуля, держи. Держи оборону. Все, отлично. Кое-как, ну, еще надо нам одного мага поднять и арбалетчика. А у нас тут уже будет босс сейчас, да? И это голем. Хорошо. Да что ж такое? Да что они все идут на магов там, на моих, а? Слушайте, ребят, ну, он такой, смотрите, довольно ватный. Я думал, что он будет серьезный. Фух. Так, погоди-ка, погоди-ка. Что-то я рано обрадовался. Он рассыпался на три мелких. Давай еще сейчас, еще мелких. Нет, все. Ну, слушайте, этот уровень, я бы сказал, что более-менее приемлемый еще. Все, ладно. 64-й, как говорится, у нас за спиной. И мы будем с вами сейчас пробовать 65-й. С яблоками отлично у нас все пока. 65-й. И у нас здесь некромант. Ага, прошли этот уровень 81 человек. Чувствую, я тут сейчас, наверное, и встряну на этом уровне. Потому что уже по мощам он меня переплевывает. И магии как раз нету. А заморозочка мне здесь бы очень сильно пригодилась бы. Против этого некроманта. Я прекрасно знаю, что он сейчас будет, наверное, вызывать каких-нибудь скелетов или себе подобных уродцев. Причем довольно много. Потому что это босс. Он не может там просто так стоять и магии в меня шмалять. Ох, ох, ох. Незадачка. Все, у меня все мои отхилились. Давайте пробовать с вами. Хотя нет, ребята, по мощам он не настолько-то уж и силен. Но, тем не менее, когда мы уже приближаемся на равных. Оу. Вы посмотрите, что тут происходит. Големы эти, они оказываются магией. То бишь, они шмаляют магией. И от этого у меня уже, смотрите, партийка-то уже и лежит. Так, а это у нас уже не магия. Это танки. С танками, как я вам говорил, у меня как-то идут намного проще дела, чем с магами. Так, а эти какие, интересно, танки или маги? Ага, тут и танки, и маги. Короче, соляночка. Полнейшая. Блин, воин, держись. Фух, выстояли. Отлично. И у нас четвертая волна идет. Кто там у нас будет? Опять големы. Короче, какой-то големный у нас уровень тут получается. 65-й. Вот единственное, что, еще раз вам повторюсь, нет у меня заморозки. Она меня очень хорошо спасает. Ого! Три, аж три некроманта. Так, ну, че так... Че случилось-то? Как так быстро всех... Слушайте, ага, вот оно что. Значит, здесь один замораживает, другой наносит дамаг, а третий я хрен знает, что делать. Короче, ребята, это, по ходу дела, и будет мой предел. Все, потому что я их без магии не одолею. Ладно, хорошо, на этом мы порешали. 65-й уровень для меня сейчас предел. Ну, а я пошел пока дальше, ребята, фармить темные души, чтобы по возможности успеть включить в серию в эту, как я буду приобретать броню себе. Ну вот, дорогие мои друзья, мы подошли с вами к финалу сегодняшней серии, можно так сказать. Потому что я накопил буквально уже полностью, сколько мне нужно, темных душ. Остался буквально еще один бой. Один же бой? Да, один, по-моему, бой. И че я могу сказать? Фармил я, знаете, какой уровень? Вот этот, 59-й. Очень долго и упорно. Вы представляете, ребята? За один бой я получал 672 темные души. 672. Вы представляете, сколько мне нужно, чтобы накопить 49218? Ну, плюс-минус, потому что там, пока мы и до сюда дошли, по-моему, 10 тысяч уже набрали. Но все равно, извините меня, 30 тысяч темных душ на одном левле. Сколько я яблок там профукал, это просто жесть была какая-то. Так, ну что, а теперь хотел, ребята, еще вам сказать по поводу тех сообщений, которые вы мне пишете. В общем, мне написал, сейчас посмотрим, Егор Бурцев про собаку. Что дает собака донатерская? Я могу вам сказать точно, что ровным счетом ничего. Приобретается она у нас вот здесь вот в разные. Только можно отметить в этом гоблина-помощника, который собирает за нас ресурсы, автоматически повышает уровень нашим персонажам. От него, короче, есть толк. А вот няшный бигль, пушистый кот и пес, который у меня бегает в замке, от них толку ровным счетом никакого нет вообще. Надеюсь, я на этот вопрос ответил. Всем все ясно, чтобы больше не было вот этих вот а что, а зачем, почему. Следующий вопрос у нас такой. Пишет RJ Drums про осколки. Он говорит, что у него очень много синих осколков, и он спрашивает, что ему лучше делать, что ему крафтить. Броню, оружие, кольца или амулеты. Ну, насколько я помню, по своему опыту, я всегда делал броню. Делал броню фиолетовую из синих осколков, потом делал оружие, и уже в конце в самом я делал кольца и амулеты. Но это лично мое, ребята, мнение, потому что каждому, как говорится, нужно свое. Может быть, ему хочется быть сразу сильным, и он возьмет и будет делать себе, например, оружие фиолетовое. А потом уже броню и кольца уже в самом конце с амулетами. В общем, каждый решает для себя сам, что ему нужно в первую очередь. Я всегда делал броню. Так, ну, вроде бы с этим вопросом тоже мы разобрались. А теперь ребята спрашивают у меня LRO про комнаты. Как менять расположение комнат? Сейчас я вам покажу. Нажимаем на комнату, ребята, вот так вот. Убираем. Видите, написано убрать. Все, она у нас получается вот внизу как бы. То есть в данный момент она у нас как в запасе. И мы ее можем вставить. Но никуда захочется нам. А именно, вот это я не помню, что тут у нас за значок такой. Вот. Никуда именно, а куда есть возможность ее влепить. Понимаете? Сейчас я вам покажу. Вот. Я на нее нажал, и вот у меня варианты установки этой комнаты. То бишь я могу наверх, на низ. Можно вот сюда поставить. Ну, естественно, я буду ее ставить сейчас на место на свое, где она у нас стояла. Это был как показательный. После этого делаем применить. Нажимаем на кнопочку применить. Расположение сохранено. Все, закрываем. И комната у вас получается там, где есть. Можно было поставить в любую точку, где бы вы захотели. На ваш вкус и цвет. Все, ребята. Вроде бы с этим вопросом мы тоже как бы разобрались. И пора, наверное, нам переходить к заключительной битве. Еще один бой сделать. Именно на 59 уровне. В бой, как говорится, идут одни старики. Ледяная магия. Отлично. Так. Поехали. И очень мне бы хотелось посмотреть, что мне достанется здесь за броня. Будем проходить на ускорении, потому что я здесь на 100% уверен, что я его пройду. Ну, единственное, что последний босс, это паучиха, может иногда нам дать жару. У нее, понимаете, рандомно. Когда-то она вялая, а когда-то, ого, там начинает жарить, что танк мой падает, а потом она начинает разбираться магами. Ну, на этот случай у нас, ребята, есть воскрешалочки. Так что по поводу этого мы не боимся. Ну, давай ты уже падай, а? Все, отлично, ребята. Замечательно. Мы получаем свои темные души и идем, идем сразу непременно в магазин, где и будем сейчас приобретать себе броню. Очень хотелось бы, конечно, получить на танка, ну или на лучника. Ну, можно и на мага. В общем, мне не важно, главное, чтобы она была. Давайте пробовать. 82, 85. Возможные требования. Меня вполне это устраивает. Да. Ну, так. И получаем мы с вами непоколебимый титан. Легендарная броня. Здоровье. 81505. Урон. Броня. И магическая броня. При получении урона есть шанс 30% восстановить себе 8% здоровья. На 85 уровень. Как раз то, что надо, ребята. Ну что же. Я считаю, что самые вот эти основные параметры урона и броня, это для меня то, что надо. И магическая броня, это против магов. В общем, ребята, можете меня поздравить с моей первой легендарной броней в этой игре. Сколько я играю и только сейчас я ее получил. Но, надеюсь, это не последняя броня, которая у меня появилась для оружия. Ох, елки-палки. Вы посмотрите, какой перевес. Эпической против... Точнее, легендарной против эпической. Это просто небо и земля. В два раза. Ну-ка, во сколько у меня мощи тут вырастут? Ядрить его на корень? На 50 тысяч. На 50 тысяч я увиделся. Мне бы еще, вот, ребята, кортики поменять. Или меч эпический. И вообще бы цены не было моему персонажу. Фух, я аж, бедный, разволновался. Вот. Да, с такой броней, я думаю, можно даже было бы сходить, наверное, на босса, на сюжетного, да, ребята? И попробовать его накумарить, так сказать, дать ему поддых. Я смотрю, амулетов у меня таких достойных нету, которые я мог бы поставить ему. Ну, в принципе, это и не важно. Эпическая броня, я ее сохраню. Потому что, мало ли, какая-нибудь туса будет, я ее поставлю кому-нибудь. Правда, она на 66 уровень, ну и фиг с ним. Так что, ребята, может быть, рискнем все-таки напасть на повелителя бездны и надавать ему немножко по печени, чтобы он... Хотя у нас, да. С яблоками кисло все очень. Да, 150 тысяч нужно, а у меня всего 41 тысяча. Да, как это ни печально. Ну, ничего мы с этим сделать, ребят, не можем. В общем, как-то так. Все у нас сегодня произошло. Все, что хотели, мы добились. Не зря я сегодня все-таки задонатил. Оно хоть как-то оправдалось. Ну что же, ребятушки, наверное, на этом я и буду завершать свой выпуск. А вам всем спасибо большое за просмотр. Спасибо всем, кто поддерживает. Я это очень сильно ценю. Ну и все, как бы, давайте, наверное, еще на дорожку мы с вами откроем два сундучка, которые у меня здесь лежат. И, как говорится, будем расходиться по домам. Так, здесь ничего хорошего. А здесь у нас лопата. Ну все, ребятушки, давайте тогда увидимся уже с вами в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»